Всем привет! Это опять урок по теме роста и развития. Очередной, уже последний урок, вторичный рост растений. Как вы помните, на прошлой части мы говорили о первичном росте растений. Сегодня вторичный рост. Вторичный рост это утолщение стебля или корня. Откладывается много вторичной эксилемы. При этом вторичная эксилема называется древесина. Древесина, которую мы обычно смотрим, это и есть вторичная эксилема. Вторичный рост учляется двумя типами латеральной меристемы. Как вы помните, на прошлой локе мы говорили, что эпикальная меристема участвует во первичном росте. То есть, рост в длину, а во вторичном росте, то есть в росте в ширину, участвует именно латеральная меристема. Так вот, есть 2 ее, 2 вида. Это камби или сосудистый камби. Сосудистый камби это более правильное название, однако в русской литературе этот камби часто называется просто камбием. то есть это основной камбий, а также есть пробковый камбий, или по-другому называется он филоген. Вот эти две латеральные мистемы участвуют во вторичном росте. Когда происходит вторичный рост, те первичные структуры, которые были до этого, к примеру, эпидермис, они замещаются, то есть они умирают, отшелушиваются, спадают, и вместо них появляются вторичные ткани. Итак, давайте поговорим сначала о сосудистом камбии. Что он делает, какова его активность. Как и клетки опекальных мистем, клетки латеральных мистем тоже состоят из клеток, которые постоянно делятся, называются такие клетки инициали. Всего есть два типа инициали в сосудистом камбии. Это веретиновидные инициали, их больше. Это вытянутые клетки, которые производят ксилему и флоему. Ксилему они производят внутрь ствола, и флоему образуют наружу от себя. Их ксилему они образуют намного больше. И второй вид инициали – это лучевые инициали, которые имеют такую сферическую форму и образуют панихимные клетки сердцевидных лучей. Что такое сердцевидные лучи, мы попозже поговорим на этом же уроке. Итак, давайте посмотрим структуру этих инициалей. Вот у нас веретиновидные инициали – вид сбоку, то есть продольный срез, а это вид сверху, то есть поперечный срез. То есть, смотрите, сверху они такие вот на самом деле прямоугольные, но сбоку они вот такие вот вытянутые и с заостренными концами. Лучевые инициали, они и сбоку, и сверху выглядят примерно одинаково, поэтому здесь ничего такого нет. Теперь давайте посмотрим на веретиновидные инициали, как они делятся. Если клетка веретиновидной инициалии делится вот в этой части, то есть образуются две клетки наружу или внутрь, то тогда, если дочерняя клетка, которая находится по отношению внутрь к стволу, она будет превращаться рано или поздно в клетку, скорее всего, к селеме, вторичной к селеме. То есть, здесь показано, что она сразу, смотрите, стала клеткой вторичной к селеме, это показано для простоты. На самом деле, она не сразу образуется в клетке вторичной к селеме, происходит еще какое-то время, она дифференцируется, у нее утолщаются клеточные стенки, внутри цитоплазма ядро там все уходит, уничтожается, и вот такая клетка уже становится клеткой вторичной к селеме. Если же инициаль делится тоже вот так вот в этом сечении, но дочерняя клетка, которая дифференцируется, она отходит снаружи, в наружную часть ствола, тогда она превращается либо в сетовидную трубку, то есть в членик сетовидной трубки, либо в клетку-спутницу. То есть, в зависимости от того, куда идет дочерняя клетка, снаружи или внутрь, от нее образуется либо клетка флоемы, либо клетка к селемы. Если же веретиновидная инициаль делится вот в этом сечении, тогда она образует просто две новые клетки инициали. Это тоже должно быть, потому что по мере того, как ствол дерева расширяется, у него вот это вот кольцо камбия должно становиться все, то есть его длина этой окружности, она увеличивается, и, соответственно, в этом камбии должно быть все больше и больше клеток, поэтому инициали иногда вот так вот делятся для того, чтобы образовать все новые инициали. Вот этот рисунок помогает еще лучше понять процесс деления клеток камбия в зависимости от времени. Видите, здесь показано вот время. Вот у нас, представим себе, что была одна клетка камбия, это клетка именно веретиновидной инициали. Она делится. Одна из них осталась клеткой камбия, клеткой инициали, точнее. А вторая уже начинает дифференцироваться. Видите, процесс дифференциации происходит, и через некоторое время она превратится в клетку к селемы. Клетка камбия, инициали оставшиеся, она тоже не стоит на месте, она также делится. В этот раз та клетка, которая вышла снаружи, она начинает дифференцироваться и со временем превращается в клетку к флоемы. Клетка камбия опять делится, и опять образуется еще одну дифференцированную клетку, клетку к селемы. Потом опять делится, клетка к селемы образует. И вот так вот дальше, дальше, видите, что с течением времени образуется все больше клеток, а сам камбий, он постепенно выносится наружу. То есть из-за того, что он образует внутрь к селемы, он сам перемещается в более и более наружную часть. В принципе, так вот со временем происходит деление клеток, и за счет этого происходит увеличение в ширину ствола дерева. Теперь давайте рассмотрим один и тот же ствол дерева, только в разные периоды времени. То есть, еще раз напоминаю, мы берем двудольное деревянистое растение. Здесь у нас первичный рост, когда это дерево еще не было деревом, оно было очень молодым, и в нем не было еще пока деревянистых частей. Вот у нас первичное строение, есть кора, есть эпидермис, первичная флейма, первичная к селема есть, пучковый камбий есть, и есть вот такие вот лучи, сердцевины есть, и лучи между пучками, вот здесь вот этого, между пучкового камбия может не быть. Теперь начинается вторичный рост. Давайте посмотрим. Вот внутри, то есть ближе к камбию, начинает образовываться вторичная к селема и флейма. Соответственно, первичные к селема и флейма, они остаются снаружи от них, то есть вторичная к селема, она, первичная к селема, она внутри и остается, первичная флейма снаружи. Также между пучками образуется межпучковый камбий, если его не было. И таким образом у нас камбий образует такое сплошное кольцо. Вот так вот кольцо. Опять же говорю, когда мы говорим просто камбий, мы имеем в виду сосудистый камбий именно. Теперь вторичный рост уже идет полным ходом. Смотрите, вот здесь вот у нас сердцевина, которая была, вот, например, здесь она вот так вот, скажем, вот здесь она была. Вот она, она сейчас находится здесь в середине. То есть вы видите то, что ствол, он реально в диаметре увеличился. Что происходит здесь? Здесь у нас происходит дальнейшее появление вторичной к селемы и вторичной флеймы. Соответственно, первичные к селемы и флеймы, они остаются еще дальше. Те места, где находились пучки, то есть был пучковый камбий, из-за того, что они начали делиться раньше, чем меньше пучковый камбий, они немножко вот так вот продвинулись вперед. То есть у них рост пошел раньше, и поэтому здесь больше у нас вторичных вот этих тканей. Также имеются вот эти вот сердцевинные лучи, те лучи, которые идут от сердцевины и до конца вот этой вот вновь образующейся ткани. Это первичные сердцевинные лучи. Вот видите, идет от коры до древесины, до сердцевины, извиняюсь. Те, которые не до конца идут, это, скорее всего, вторичные сердцевинные лучи, потому что они стали появляться чуть позже, чем первичные. В принципе, здесь уже идет вот такое расширение. Если оно пойдет дальше, этот ствол будет уширеняться все больше и больше. Теперь давайте поговорим о сердцевинных лучах, как я вам обещал. Эти сердцевинные лучи связывают сердцевину и кору. То есть это такие горизонтальные тяжи, горизонтальные линии клеток. Они нужны для чего? Во-первых, для переноса веществ, именно горизонтального переноса веществ. Как вы знаете, ксилема и флоема, они переносят вещества вертикально. Ксилема вверх несет воду и минеральные вещества, а флоема несет питательные вещества, сахара. Так вот, для горизонтального переноса, потому что и флоеме нужна вода, порой иногда бывает, и в составе ксилемы, по крайней мере, в ранних ксилеме бывают живые клетки, которым нужны питательные вещества. Вот для этого и существуют вот такие сердцевинные лучи, таким образом вещества переносятся по клеткам. Также по межклеточному пространству вот этих сердцевинных лучей могут переноситься газы. То есть происходит диффузия газов. Опять же, если у нас внутри в ксилеме какие-то еще живые клетки есть, они также будут нуждаться и в кислороде. Также сердцевинные лучи могут выполнять функцию запаса питательных веществ, особенно это важно для тех деревьев, у которых в жизненном цикле есть стадия покоя. Например, зимой, вот после, когда из зимы выходит, им нужны будут питательные вещества. Вот на этом рисунке мы можем видеть, смотрите, ну здесь можно видеть лучи, очень хорошо показаны они, с трех сторон. То есть, если вы смотрите на поперечный срез, то есть так вот сверху, вы видите просто как слои клеток. Может быть в одну клетку толщиной, может быть в несколько клеток толщиной. Вот здесь вот первичный сердцевинный луч, он от сердцевины идет до коры. Вторичные они немножко короче. Если вы посмотрите на него вот с этого, как бы с этой плоскостью, вот так вот, например, да, вот с этой плоскостью посмотрите, вы увидите то, что это вот так вот столбик клеток. Но если вы посмотрите именно вот в этой плоскости, тогда вы видите то, что это у нас вот такой вот слой клеток. Получается, они расположены друг над другом и выполняют те функции, которые я до этого сказал. Здесь вот этим серым цветом показаны верзиновидные инициалии, которые участвуют в образовании ксилемы и флоемы. А черными точками или квадратиками показаны именно лучевые инициалии, которые и образуют вот эти сердцевинные лучи. Итак, надеюсь, здесь понятно. Давайте теперь поговорим о годичных кольцах. Годичные кольца, вы, наверное, слышали о таком явлении. У деревьев умеренного климата весной при возобновлении деления камбия появляются большие сосуды ксилемы с тонкими стенками, а осенью узкие сосуды ксилемы с толстыми стенками. Умеренный климат мы имеем в виду те места, где есть ярко выраженная зима и ярко выраженное лето. Вот, например, у нас в Казахстане, у нас есть зима, когда растения не растут, когда они находятся в состоянии покоя. И есть такой летний период, когда растения показывают активный рост. И вот разница между вот этими вот ксилемой поздней ксилемой, либо осенней, и сразу, которая за ней идет весенняя ксилема следующего года. Вот эта разница, это и есть эта линия, которую мы можем видеть своими собственными глазами. Ширина годичного кольца зависит от климата. То есть, если климат был хороший, если было много солнечного света, влаги и других, то есть не было сильно ветра, тогда годичное кольцо будет широким. Это используется для такой науки, как дендроклиматология. По спилам очень-очень старых деревьев они могут судить о климатах, о состоянии климата, которые были, скажем, 500 лет назад, 5000 лет назад. Потому что есть некоторые сосны, которые живут, как вы знаете, возраст которых 6-7 тысяч лет. То есть, так можно определять климат, который был тогда. Также есть еще одна такая техника, называется дендохронология. Определение времени, то есть не только на деревьях, которые живут. Еще можно определять время в палеонтологических раскопках или в археологических раскопках с помощью деревьев, которые там остались. Стволы деревьев и прочее. Итак, давайте посмотрим. Вот здесь у нас на левом рисунке показано спил липы. Два года уже завершились, полных два года. И идет третий год. То есть, видите, это вот кольцо, образованное за первый год. Это кольцо, образованное за второй год. И здесь идет, пока еще образуется, кольцо третьего года. То есть, сейчас мы находимся летом третьего года роста. Вот здесь у нас сердцевина. И здесь, в принципе, все структуры, они показаны. Здесь уже пятилетнее растение, пятилетнее дерево. И более близко мы видим все эти структуры. Здесь у нас вот есть широкие сосуды весенней древесины. И мелкие сосуды, вот здесь вот за линией, уже чуть ниже линии, мелкие сосуды осенней древесины. Или поздняя древесина называется. Отлично. Теперь здесь вот вы видите немножко вот дендроклиматология. Как они изучают. То есть, они просто берут диаметр, ширину годичных колец. И можно строить вот такие графики. Соответственно, они будут показывать, насколько хороший был климат в те или иные годы. У старых деревьев внутренняя часть древесины перестает проводить вещества. То есть, ксилема, которая находится там, она уже не транспортирует воду. И в ней накапливаются вещества, которые называются танины. Твердые такие вещества. Эта часть древесины называется ядро. Она находится внутри дерева. С краю от ядра есть влажная проводящая часть древесины. Называется заболонь. То есть, если вы возьмете любое дерево, то есть его спил, где-то вот в середине этого дерева, может быть, вот эта часть, может быть, еще более толще, я не знаю. У всех по-разному. То есть, вот эти вот часть, которая находится внутри, она будет представлена ядром. Это древесина, которая уже не проводит воду. Она нужна только для того, чтобы осуществлять опорные функции. Поэтому она обычно более темная, как здесь показано. И содержит танины, вещества, которые как раз-таки делают эту ткань крепкой. Вот она как скелет. Она держит все дерево. Но не только она, конечно, другие тоже ткани помогают. И вокруг него вот эта оставшаяся часть древесины. Ну, мы, допустим, вот отсюда у нас дальше, у нас, например, вот кора. Вот остальная часть называется заболонь. Это та часть древесины, которая активная. То есть, она проводит воду. Вода по ней идет вверх. И она называется заболонь. Окей. Теперь пробка. Теперь давайте переместимся. Вот мы все, что мы до этого говорили, мы говорили о сосудистом камбии или просто камбии. Теперь что же делать у нас пробковый камбий или филоген? Под эпидермисом закладывается еще одна мистема пробковый камбий или филоген. Снаружи он образует пробку. Это слой клеток, чьи клеточные стенки пропитаны суберином, непроницаемым для воды и воздуха. Причем сами эти клетки тоже расположены очень близко друг к другу, прям очень плотно. И между ними практически нет межклеечного пространства. Это делается, я думаю, всем понятно, для защиты. Для того, чтобы защищать ствол дерева от паразитов, от перепад температуры, от потери воды и так далее. Внутрь от филогена откладывается один или два слоя полифимных клеток, называются филодерма. И таким образом филоген сам, то есть пробка в камбии, пробка, которая снаружи от себя образовывает, филодерма, которую он образует, внутрь от себя, все вместе составляет слой, который называется перидерма. Это, конечно, будет очень тяжело запомнить, но сейчас на рисунках немножко полегче будет. То есть к концу этой презентации будут рисунки. Теперь вот немножко хотелось бы поподробнее поговорить о пробке. Клетки пробки постепенно отмирают. Они так же, как и кожа человека, как и эпидермис чайской кожи, клетки, которые находятся, вот только образовались, они еще пока живые, которые только образовались из пробкового камбия. По мере того, как они постепенно перемещаются наружу, то есть под ними тоже образуются новые клетки, под теми клетками еще один слой образуется. И так постепенно, со временем они перемещаются наружу, они становятся более твердыми, они пропитываются суберином, они отмирают. То есть внутри цитоплазм, ядро все исчезает. И они заполняются либо воздухом, либо опять же тонинами. Это в зависимости от вида дерева. И выполняют уже такие чисто механические функции. А уже с течением еще большего времени они, скорее всего, будут смещаться, будут стираться и отбрасываться. И таким образом пробка, она постепенно, она всегда возобновляется. Очень медленно, правда, но возобновляется. Теперь, вот как мы сказали, суберин, он не проницаем для воды и воздуха. Но нам же нужно получать воздух, потому что под пробкой есть живые клетки, например, клетки-спутники, флоемные клетки, там есть механические ткани какие-нибудь. Так вот, для этого есть чечевички. Чечевички – это специальные места в пробке, в которых есть рыхлые клетки, чьи клеточные стенки тонкие и не содержат суберина. Таким образом, через них спокойно может происходить газообмен. Давайте рассмотрим вот этот вот один сектор ствола. То есть, это один из секторов огромного такого ствола. И здесь, смотрите, вот у нас остатки эпидермиса, ну, эти остатки, они умирают, а потом выбрасываются. Здесь у нас идет филоген, вот он, пробка Вакамбий. Снаружи у него образуется пробка филема, по-другому называется. Внутрь образуется филодерма, и вместе они составляют передерму. То есть, вот эти вот слои – это передерма. Здесь есть также первичная кора, потом есть вторичная филеема, и здесь есть сосудистый камбий. Вот он, сосудистый камбий. Здесь я хотел бы сказать, что обычно в российских учебниках те слои, которые находятся снаружи от сосудистого камбия, причем все они, они называются одним словом «кора». Но это биологический термин. Он не совпадает с тем словом, которым обычно, вот обычные люди говорят «кора» – дерево. То есть, они обычно, когда говорят «кора» – дерево, имеют в виду корку. Корка – это вообще еще один слой, который состоит из очень-очень старой пробки, которая вот так вот в виде таких вот разрыхленных, мертвых таких тканей состоит. На самом деле, биологический термин «кора» обозначает все те слои, которые находятся снаружи от сосудистого камбия. Думаю, здесь более-менее понятно. В принципе, вы можете нажать на паузу, посмотреть все это более внимательно. То есть, не можете, я вам рекомендую нажать на паузу и посмотреть каждый рисунок, внимательно вчитываясь в каждое из названий. Чечевички. Вот как они выглядят примерно. Вот видите, такие клетки. Они имеют межклеточное пространство, через которое может проходить кислород. Вот если вы посмотрите на клетки-пробки, они очень плотно применяют друг к другу. Это для защиты. Но чечевички – это место, где, в принципе, кислород может хоть как-то диффунтировать внутрь, к живым клеткам, которые находятся под эпидермой. Под пиридермой, извиняюсь. Но здесь, на этом рисунке, я думаю, этот рисунок мне нравится тем, что со временем показано, как происходит рост. То есть, если мы возьмем такое девинистое растение, самые молодые, верхние его части, здесь только начинается вторичный рост, здесь вторичный рост продолжается, здесь он идет уже в полную мощь. То есть, здесь вот смотрите, на самом первом рисунке у нас пиридерм как такого и не было. Вот она образовалась позже. Здесь закладывается у нас пробковый камби. Вот он, пробковый камби. Потом снаружи от него образуется пробка. Внутри образуются вторичные, селема, вторичная флоема там есть. И все это, конечно, продолжает утолщаться. Единственное, что я хотел бы сказать, что вот эта вот пробка, она постоянно, как я до этого говорил, отбрасывается. Потому что мертвые клетки не успевают за утолщением этого стебля. Вот он утолщается, он становится все шире. Мертвые клетки, они не могут делиться никак. И поэтому они трескаются постепенно и отбрасываются. Поэтому мы постоянно должны образовать все новые и новые ткани. И поэтому существует пробковый камби. Ну и про термин кора мы тоже уже говорили. У него есть два значения. Одно значение это все те ткани, которые находятся снаружи от сосудистого камбия. Второе значение, оно такое не биологическое, оно такое более, как сказать, простое. Это слои, которые находятся в самом-самом наружу. То есть очень старые слои пробки, которые вот-вот сейчас уже сбросятся. Таким образом, мы сегодня очень коротко поговорили о вторичном росте растений. И таким образом, этим уроком мы завершаем нашу серию уроков рост и развития. Спасибо за внимание. До свидания.